Здравствуйте! Вы смотрите новости Западного Оренбуржа. Начнем выпуск с информации о событиях, произошедших в регионе. В Роспотребнадзоре на этой неделе зафиксировали 18 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день из-за карантина учебный процесс приостановлен в 8 районах Оренбуржья. На домашнем обучении школьники Бузулука, Оренбурга, Орска, Ковандыка, Новотроицка, Ясного, Гайского и Солилецкого городских округов. Карантин объявлен и в учреждениях дополнительного образования и некоторых детских садах. В муниципалитетах особый режим стартовал в разные дни. Как правило, карантин длится неделю, поэтому школьники приступят к занятиям в разное время. Решение будут принимать 10 февраля после мониторинга данных о самочувствии учеников. На пост главы Переволодского поселкового совета претендуют 7 кандидатов. Все они успели собрать необходимый пакет документов и передать его в комиссию до 31 января. Новую главу выберут на Совете депутатов 14 февраля. На сайте Переволодска ДЭС среди посетителей сайта провели опрос. В нем приняли участие 630 человек. По его итогам больше всего голосов набрал Алексей Потапов, главный специалист по информационной безопасности. За него проголосовали 169 человек. Второе место занял Виталий Холопов, ведущий специалист поселкового совета. 153 голоса. Третью строчку занял Сергей Рябов, директор ООО коммунальной службы. Напомним, ранее должность главы Переволодского поселкового совета на протяжении почти 20 лет занимал Владимир Чернов. Качество воздуха в Переволодском проверит независимая экологическая экспертиза. На такие меры Министерство природных ресурсов пошло после встречи с инициативной группой поселка. В ситуации с редными выбросами разбиралась Анастасия Клесова. Жители поселка Переволодский в ночь на 2 февраля уезжали из своих домов и ночевали на трассе. К таким радикальным мерам люди прибегли из-за удушающего запаха газа. Местные жители атаковали звонками МЧС, экологическую службу и даже приемную губернатора. Но, по словам активистов, результата это не дало. С 1 на 2 февраля выброс начался где-то часов 9-10 вечера из-за того, что резко утих ветер и наступила шкилевая погода. Когда же приходит ночь, соответственно, начинается активная работа маневрового тепловоза, заталкивают-выталкивают составы и за счет огромного количества открытых цистерн и происходят вот эти выбросы. По данным регионального Минприроды, при поступлении жала поджителей Переволодского в поселок оперативно направили мобильную экологическую лабораторию. Замеры проводились на протяжении всей ночи. В разных точках, как на территории непосредственно самого поселка, так и в зоне влияния промышленных предприятий, ни в одном из случаев превышение ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано. Мобильная экологическая лаборатория в поселке и будет вести непосредственно в поселке круглосуточное дежурство, то есть не тратя время на переезд, чтобы дать объективную оценку ситуации. Отмечу, что по данным Приволжского управления по гидрометеорологии, с 1 по 3 февраля в Оренбургской области были неблагоприятные метеорологические условия. В этот период для отдельных источников выбросов присваивался первый класс опасности. В их числе был и триумф, который жители считают основным источником запаха газа. Как сообщают экологи, при неблагоприятных метеорологических условиях компании должны снизить концентрации загрязняющих воздух веществ. Все зависит от того, как быстро приедет лаборатория на место, от сложившихся на месте местоположений аварийной ситуации, локальных метеоусловий. Это все очень важно, это все играет свою роль. Как сообщили в Минприроды области, дежурить передвижная лаборатория в Приволжском будет около недели. Точных сроков ведомстве пока назвать не могут. 6 февраля ветеранам и труженикам тыла Новосергиевского района вручили юбилейные медали. Пенсионеров поздравил глава района Александр Лыков, а также депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Коньков. Виновникам торжества вручили юбилейные медали – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. А 2 февраля, в День воинской славы, юно-армейцы с представителями администрации поздравили четырех женщин, чьи мужья были участниками знаменитой Сталинградской битвы. Они проживают трое в Новосергиевке и одна проживает в Платовске. С нами вместе принимало участие наше муниципальное предприятие «Аква», которое приготовило для всех вдов подарки, продуктовые наборы, куда входили сгущенка, сок, мед, а также консервы, красная рыба запеченная. В Сорочинске состоялся муниципальный этап 20-й всероссийской акции «Я гражданин России». 11 команд рассказали, как, по их мнению, благоустроить и улучшить свой родной город. Защита таких проектов, такая акция в нашем Сорочинском городском округе проводится с 2005 года. За это время реализовано более 100 социальных проектов силами учащихся школ Сорочинского городского округа. Неравнодушные такие ребята, которым не безразлична судьба нашего округа. Чтобы реализовать проект, ребята ищут, привлекают заинтересованных лиц, единомышленников, спонсоров, которые помогают им в реализации проектов. На мероприятие традиционно были приглашены творческие коллективы города. На открытии выступила хореографическая студия «Эмириал» под руководством Марии Федоровой. Все социальные проекты, все ваши предложения, которые вы реализуете в своих проектах, они очень важны для нас, для взрослых. Многие проекты, которые были разработаны нашими воспитанниками с 2005 года, практически все, они реализованы. И сколько добрых дел вы, дети, смогли сделать в своих территориях, где вы проживаете. Пусть у вас все получится, все ваши проекты будут реализованы, и пусть ваши идеи по созданию проектов никогда не заканчиваются. По итогам защиты третье место заняла вторая Гомолевская школа с проектом «Безопасность на дорогах». Второе место разделили школу номер один с проектом «Дом милосердия» и школу номер пять с проектом «Школа успеха». Победителями стала команда Центра детского творчества с проектом «Сорочинский автобус фест». Также среди обычных жителей стало популярны наклеивать наклейки на заднее стекло и набор личного автомобиля. Сделав анализ по изученным материалам, мы еще раз убедились, что данная проблема актуальна и значим, и что в нашем городе следует украсть общественный транспорт к 75-летию Победы. Проекты победителей будут реализовываться в этом году. Мы будем следить за развитием событий. Алла Трубина, Анна Симон, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Умелицы Сорочинска радуют жителей самодельной горкой. Для Дмитрия Простина и его семьи заливать и облагораживать снежный склон стало уже традицией. Они делают это каждый год. Идеи особо такого не было. Строили в основном для своих детей. Ну а потом соседи помогали. С района начали собираться. Для этого ничего не жалко, не отгоняем, не пугаем никого. Катаются, пускай катаются. Но у меня уже самого двое детей, мальчика и девочка. Они очень рады такой горке. Приходят новые знакомства, с ребятишками знакомятся. Испокон веков зима остается для русского человека одним из любимых времен года. Еще во времена Древней Руси жители городов и деревень выбирались в зимнюю пору. Из теплых домов и устраивали катания на санках и ледянках с горок. Как сегодня горожане предпочитают проводить время зимой, мы узнали у жителей Сороченска. Гуляем на улице, катаемся на горке, ходим на каток, катаемся на коньках. В этом году вот маленького с собой тоже брали. Ну почти каждый день стараемся после работы хотя бы в минут 20, но побыть здесь все-таки. Потому что это здоровый образ жизни. Дети закаляются, закаляется иммунитет. Покорители ледяной горки в основном дети. Смех, радостные возгласы здесь звучат постоянно. В целом же ребята рассказали, что в зимнее время любят кататься на плюшках, коньках, лыжах или пить снеговиков. Ваша горка! Многие приходят покататься с друзьями или даже всей семьей. Есть и те, кто пришел впервые. Ой, понравился очень. Будем приходить чаще. Лучше, чем сидеть в компьютерах, планшетах и телефонах. Вот детям раздолье какое. Корреспонденты ЮТВ рекомендуют жителям Сорочинска не засиживаться теплыми зимними вечерами дома, а брать друзей, отправляться покорять горки и катки. Проводите больше времени с пользой на свежем воздухе, ведь это лучшее лекарство от зимней хандры. Горка, организованная семьей Простинах, находится на улице Мира. 16 из 18 переволоских каратистов заняли призовые места на областном турнире. Соревнования проходили в Оренбургском районе среди спортсменов до 14 лет. В открытом турнире по Ашихара карате состязали 240 спортсменов из Сорочинска, Переволодска, Оренбурга и Самары. Тренер переволоских спортсменов Константин Дусмухамбетов отметил, что двоим немного не хватило опыта. На турнире также присутствовал представитель Ашихара карате России Анатолий Негорожин. На этом я прощаюсь. Вы смотрели дайджест новостей от ЮТВ. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте utv.ru, а также в инстаграме utv.orin. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 43-00-45. С вами был Никита Плотников. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!